Ну, мы здесь, чтобы крестить Сашу. Мы очень рады Саше, что ты решил креститься. И давайте промоемся, а потом читаем главу из Библии. «Атистачные песни». Мы очень тебя любим. Все ели одну и ту же духовную пищу. Спасибо. Итак, когда Израилы были в Египте, они были в рабстве. Они строили пирамиду и жили жизнью без никакого смысла, сенсового направления. И просто в рабстве. И Бог видел Своих бедах и дал им путь выхода. И вот море открылся. В том плане, вода была на оба стороны. И вверх облако. И облако это лишь воды. И так они как-то окружались с водой. Вода была на оба стороны. И вверх облако. Той же воды. В том плане это как крещение. И так Павел сказал, что в принципе до нашего крещения мы были как-то в Египте. Жили такой жизнью там, бездне, которую Бог дал им каждый день. Это как Слово Божие. Я очень рекомендую использовать тот спутник Библии, чтобы каждый день у нас есть некоторые определенные главы для чтения. Потому что это наша духовная еда. Итак, давайте тогда помолимся. Наверное, Саша, ты даже когда-то смотришь сюда. До свидания. Отец Небесный, вот у нас желание сердца нашего. Песня о том, кто счастье нам дарит. Пусть во веки песня не кончается. Песня о том, кто счастье нам дарит. И в имя Иисуса Христа будем Тебе крестить во имя Иисуса Христа. Лежи в воде. А, прям влечь? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Лежи. А, лапок? На, лапок, на, лапок. Не, не, на, лапок, лежи, лежи, лапок. Поздравляю. Так, что так-то будет. Все, живи? Да. Все, давай, вставай. Одевайся. Одевайся. Ой, ух, давай. Плава, Господи. Плава. Плава. Паплива. Поздравляю. Спасибо. Так же и чашу после вечерей сказал. Сидя, чаша, есть новый завет в моей крови. Сидя, творите, когда только будете пить мое воспоминание. Хорошо. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отец Небесный, благослови принять хренье Сына Твоего за грехи наши. Через Иисуса Христа услышь моление, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. Токреб – это символ тела нашего Господа Иисуса. Отец Небесный, благослови принять хренье Сына Твоего за грехи. И вот ты видишь состояние души нашей сестры Нины. Она находится без жилья. Она очень в тяжелых обстоятельствах. Помоги ей, Господи. Да будет милость Твоя над тем, чтобы она смогла быть и в таком спокойствии духа и души. Саделай милость Твою. Скажи какое-то ей слово по жизни, чтобы она почувствовала, что и житейские вопросы ее решаются. А так ты видишь, что она на нуле, и поэтому ее сердце неспокойно. Да будет милость Твоя над нашей сестрой Ниной. Благослови ее, куда она сейчас торопится, куда идет. Да будет милость Твоя над нею. Ибо Твое из Царства сила славит Его. Аминь. Она еще как инвалид второй группы имеет что-то. Оттуда должны тоже требовать. И уповать только на Бога, довериться Богу. Он ждет, когда мы отдадим Ему. Когда мы будем Его волю исполнять, тогда Бог усмотрит. А если только мы будем ждать своего, тогда никогда ничего не получится. Когда мы переносим с надеждой живой, хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно, в той душе, где всегда тишина, хорошо. Когда мы переносим с надеждой живой, хорошо. Когда мы переносим с надеждой живой, хорошо.